У нас, евреев, есть понятие теку нулям, починка мира. Ненависть — это Макдоналдс в мире эмоций. Быть взрослым — это понимать, что если что-то не сделано, его придется сделать тебе. Я умирала два раза. Можно есть мороженое каждый день, можно покупать себе блюшевых медведей. Со всеми, кому ты сделал больно, ты поговорил и извинился. Вы как будто даже немножко любите вашу боль. Это так? Думать о смерти означает понимать хрупкость жизни. Не могу изначально обойти стороной вперед, когда мы встречаемся. Поэтому давайте начнем так. Вы Новый год в Тбилиси встретили? Я встретила Новый год в Тбилиси с компанией очень близких друзей, с которыми мы стараемся каждый год. Мы живем в разных странах, но мы знаем друг друга по 20 и больше лет. И мы стараемся каждый год оказаться в какой-то одной стране на Новый год. И вот мы на этот раз собрались в Грузии. И для меня большое счастье здесь быть. Я очень люблю Тбилиси. И это был прекрасный Новый год. Как вы вообще к этому празднику относитесь? Потому что я вот как раз недавно, думая о нем, пришла к мысли, что Новый год – это такой вот праздник, который счастливых людей, в условном смысле счастливых, несчастливых, счастливых делает еще более счастливыми, а несчастных как будто еще более несчастными. Вы как вот себя ощущаете в эти дни? Я чувствую себя очень счастливой, потому что для меня это дни, когда я понимаю, как много мне, как незаслуженно много мне досталось прекрасных людей, прекрасных вещей, прекрасных возможностей. Я чувствую себя очень привилегированным человеком в эти дни. Мне действительно хорошо. И я испытываю острую благодарность, острое чувство незаслуженности. И мне очень хочется как-то всем этим делиться. Мне хочется, чтобы это было по возможности у всех. Я не знаю, как это сделать, но я знаю, что я очень хочу и буду пытаться, и пытаюсь, и буду пытаться хотя бы кусочками этого делиться с кем-нибудь еще. Вы были в Тбилиси в 1922 году, когда путешествовали по местам скопления так называемой новой русской эмиграции. Ездили по городам, куда после начала войны в Украине массово начали выезжать россияне. И вы встречались с этими людьми. То, что они вам рассказали, собрали в текст, который называется «Исход 22». Какая история вам запомнилась больше всего? «Исход 22» был очень важным для меня проектом. Это были такие маленькие записки по результатам разговоров, которые я действительно вела с людьми, стремительно уезжавшими после начала войны. Я уехала, как сейчас помню, 10 марта. И поехала сначала в Тбилиси, потом в Ереван, потом в Стамбул, и потом вернулась в Тель-Авив. И то же самое делала в Израиле. Это такие четыре точки были для меня. И сказать, какая история была самая запомнившаяся, ужасно тяжело, потому что это все были очень сложные и очень тяжелые для меня эмоционально разговоры. Трудно выбрать. Может быть, больше всего мне запомнился разговор с совершенно замечательным человеком, профессиональным психологом, с которым мы говорили про чувство вины. Он специалист по чувству вины. И мы говорили о том, как устроено чувство вины, которое многие испытывают в связи с нападением России на Украину. Как это чувство преломляется в нас. И что можно делать для того, чтобы это чувство превратилось в деятельность, в какие-нибудь осмысленные действия. Чтобы не просто сидеть и мучиться им, а чтобы оно стало чем-то. И этот разговор был для меня бесценным. Это не самая запомнившаяся история, но история, которая лично мне очень многое дала. А чувство вины может быть продуктивным, в принципе? Я как раз не специалист по чувству вины. Но лично мне кажется, что да. Что чувство вины может толкать человека на очень разные поступки. И один тип этих поступков — это созидание. Для меня чувство вины — это просто осознание того, что ты совершил ошибку и не хочешь, чтобы она повторялась, среди прочего. И хочешь, среди прочего, сделать что-нибудь, что залатает ту прореху, которая возникла в ткани мира из-за твоей ошибки. У нас, евреев, есть понятие «тикуну лам», «починка мира». Это когда человек делает что-нибудь, чтобы существующие в ткани мира, в ткани добра в мире прорехи залатывались, чинились, ремонтировались. Вот мне кажется, что чувство вины говорит тебе «почини ту прореху, которая возникла в результате твоей ошибки». И если ты действительно что-нибудь с этим делаешь, вот она та продуктивная активность, которую ты можешь из этого вынести. Вы знаете, что исход здесь, в Тбилиси, был, в принципе, воспринят неоднозначно? Ничего об этом не знаю совсем. Тогда смотрите, из того, что я, из тех веток обсуждения, которые видела я, я могу заключить, что в целом они были восприняты как некая форма сострадания по отношению к россиянам в то время, когда. А тогда надо понимать, что градус в целом негодования в обществе грузинском был очень-очень высок и напряжение. И они были восприняты как некая форма сострадания россиянам в то время, когда в Украине происходит война, начатая страной-агрессором России. Вам понятна природа вот этого восприятия? Или вам все-таки неожиданно видеть, что в ваших текстах был сделан акцент именно на этом? Я испытывала огромное сострадание к уехавшим. Я рада, что это было заметно. Это значит, что тексты отражали то, что я чувствовала. Потому что мне кажется, что когда обстоятельства заставляют человека покинуть страну-дом, тем более стремительно, не по собственной воле, это ужасно, так не должно быть. И большинство моих разговоров здесь было очень тяжелыми. До слез тяжелыми. И если кто-то был недоволен тем, что я испытываю это сострадание, что оно сквозит в тексте, то, наверное, это происходило из-за того, что для этого человека, недовольного этим текстом, сливались все люди, которые говорят на русском языке, в одну страну-агрессоры. Они все были одной, единой Россией, которая напала на Украину. Я понимаю этот род мышления, это очень удобный род мышления, очень удобно думать о людях группами, большими группами. Так возникает фашизм. Когда мы начинаем объединять, не видеть в людях отдельные индивидуальные личности, а объединять их по географическому, языковому, этническому признаку, это первый признак фашизма, к сожалению. Когда мы не можем сказать, не можем произнести фразу, есть разные россияне с разными взглядами, нет никакой единой России, есть очень много разных людей, так начинается фашизм. К сожалению, думать такими категориями очень легко, очень удобно и очень приятно. Ненависть — это Макдоналдс в мире эмоций. Это быстро, вкусно, нажористо и очень вредно. Но тут как альтернатива есть вот эта вся история с хорошими и плохими русскими тогда. И это мышление категориями. Я не верю в существование хороших русских или плохих русских. Тем более, что когда говорят фразу «хорошие русские», пытаются вообразить себе не хороших русских, а идеальных русских. пытаются вообразить некоторых людей без изъянов, которые никогда не скажут неправильного слова, не совершат неправильного поступка, не напишут небезупречный пост, не выпустят новость, в которой какое-нибудь слово будет не на месте. Идеальных русских нет. Дело в том, что есть огромный спектр мнений у людей, есть огромный спектр восприятия происходящего от ярко выраженного оппозиционного до ярко выраженной поддержки всего происходящего. И когда нам пытаются сказать, что есть хорошие русские и плохие русские, это тоже форма вот того уплощения, которые вызывают у меня такие опасения и такую боль, это мышление категориями. Потому что есть целый огромный спектр мнений. И пытаться поставить где-то на этом спектре бегунок и сказать, вот здесь хорошие русские, которые плохи способом А, вот здесь плохие русские, которые плохи способом В, это тоже расчеловечивание, идея индивидуализация. Так не должно быть. Есть очень много разных отдельных людей. Каждый человек отдельный человек с отдельным мнением. И да, какие-то из них поддерживают эту войну. Благодаря каким-то из них эта война стала возможной. И это чудовищно, я это понимаю. Но обойтись двумя категориями в описании их, это тоже кажется у меня очень плохой историей. В этом году, ну, вернее, уже в прошлом, случилась еще одна война после украинской, которая затронула вас лично в Израиле. Во-первых, как вы это все переживали, и продолжаете переживать, вот это хотела бы спросить. А во-вторых, вообще, оглядываясь назад, на лет 10 или 15 назад, могли ли вы представить, что война даже на уровне лингвистическом так прочно может войти в нашу жизнь? Я переживаю войну в Израиле, как все, то есть плохо. Никому из нас нехорошо. Есть такой мем, который ходит по сети, «Твои израильские друзья не в порядке». Это ответ всем, кто бесконечно спрашивает нас, в порядке ли мы. И мы очень благодарны. Я не могу говорить за всех, но у меня есть чувство, что многие очень благодарны за эти вопросы. И многие из нас вынуждены отвечать, мы в порядке. Де-факто это очень сложный вопрос. Что значит «в порядке»? Цел в безопасности? Ты сыт. Ничего физически тебе, может быть, в данную секунду не угрожает, но ты не в порядке. Я до сих пор не осознала до конца, и я понимаю это событие 7 октября. Я их... Я знаю о них, я понимаю, что они произошли. Я понимаю, каковы они, но у меня стоит такого масштаба блок на погружение в этот ужас, что я не могу сквозь него пробиться. Я понимаю, что когда-нибудь этот блок упадет, и эти события явятся мне. Я жду этого момента с ужасом, но я понимаю, что это надо пройти, и я это пройду, когда это придет ко мне. История с заложниками напоминает мне крючок, воткнутый нам всем под ребра. Это невозможно представить себе. Невозможно представить себе при этом у меня нет... Я в очень привилегированном, если так можно выразиться, положении. У меня нет знакомых среди заложников. Я не знаю, как живут и дышат их близкие, и у меня разрывается сердце за них. Я не представляю себе, как с этим можно жить. Но у нас у всех крючок воткнутый под ребра. Это немыслимая ситуация для нас. Но если сейчас спрашивать меня, как ты, правильный ответ, я в порядке. Я в порядке по сравнению с теми, у кого погибли близкие 7 октября, по сравнению с семьями заложников, по сравнению с теми, на чьи дома падали ракеты, по сравнению с огромным количеством людей, по сравнению с теми, чьи дети просто воюют в Газе, и с теми, кто воюет в Газе, я в порядке, конечно. Вы стали больше бояться смерти со всеми этими событиями? Я вообще всю жизнь не очень боялась смерти. Так сложилось. И больше ее бояться я думаю, что не стала. Это вопрос, ответ, на который ты узнаешь только, когда тебе приставляют нож к горлу, конечно. Я думаю, что не стала. Но пока мне не приставят нож к горлу, я не узнаю. А думать о ней чаще стали. Знаете, почему я спрашиваю? Потому что мне вот мысли о смерти в целом, в прикиросхожему мнению, деструктивными вообще не кажутся. Мне наоборот, мне кажется, что если бы мы чаще думали о ней, возможно, мир был бы чуть-чуть лучше. Я совершенно согласна. Мне кажется, что думать о смерти означает понимать хрупкость жизни, понимать мимолетность жизни. понимать хрупкость жизни означает понимать не хрупкость чужой жизни, это одно дело, а понимать в том числе хрупкость своей жизни и понимать, насколько она незначительна. Это очень важно. если бы мы придавали меньше значения себе и своему существованию, мне кажется, мы были бы гораздо лучше. Гораздо лучше. Я думаю о смерти бесконечно очень много. Я и пишу немного, и делаю про нее много всякого. И мне кажется, что больше я о ней думать не стала, потому что уже некуда. Но я стала думать о ней, может быть, иначе, другими словами, еще какими-то способами, новыми для меня. Думать о возможности смерти, близости смерти, это думать о том, что жизнь скоротечна. И думать о том, что не так важно, что ты, кто ты, чего ты сегодня добьешься, кто тебя похвалит, насколько тебя заметят. Ты довольно быстро приходишь к мысли, что мне кажется, мне кажется, что ты довольно быстро приходишь к мысли, что я умирала два раза. Когда болела, я умирала два раза. И оба раза две вещи волновали меня, когда ты оказываешься вот в этом состоянии, в состоянии понимания, что твое тело сейчас абсолютно отдельно от тебя решает, в какую сторону ему двигаться. Ну вот кризис, обычный кризис. Две вещи там тебя волнуют. Первая вещь, это все ли, кого ты любишь, об этом знают, а вторая, это со всеми, кому ты сделал больно, ты поговорил, извинился. все ли зло, которое ты принес, ты попытался загладить. Все остальное оказывается таким неинтересным, не то чтобы там мелким, неважным, это даже не те слова, неинтересным. Оно вообще тебя не волнует. Все оказывается ничем. и если бы это было один раз, но это повторилось во второй раз, это были абсолютно одинаковые, имеет видимо значение только добро и любовь. Это не значит, что целыми днями, для меня, лично для меня, это не значит, что целыми днями надо сидеть и медитировать на добро и любовь. Ты можешь занимать свою жизнь чем угодно, целовать собаку в пузико, пить с друзьями, сажать дома цветочки. Но мне кажется, что лично мне все время важно помнить, что вся твоя работа, все остальное это занятия. Ты себя этим занимаешь. А остаются только какие-то очень обнаженные вещи, и они про любовь и добро. И все, больше ничего не остается. Но занимаете вы себя очень интенсивно, насколько я могу судить. Да, конечно. Мне есть зачем, да. Вы там с начала войны в Украине, я сейчас могу, написали две книги. Да. Две. Да. Вы начали сдавать онлайн-издание. Да. Я начала делать РОАР, да. вы ведете канал для подростков, где рассказываете новости о российской политике. Вы делаете украшения и керамические изделия, доход от которых полностью или частично отправляете и в Украину, и израильской скорой. И я сейчас наверняка что-то пропущу, сколько бы я не перечислял. Я не хочу, чтобы это звучало как, ой, как же вы все успеваете, какая вы молодость. Это не вопрос лести такой, скажем. Я понимаю. Я правда хочу понять, как вас на все хватает. Мне очень надо быть занятой каждую секунду, и я отдаю себе отчет, что я это делаю, чтобы ничего не чувствовать. Я в терапии 20 лет, я в терапии три раза в неделю. Это проблема, что я столько работаю. Это не я не хочу быть умничкой, которая все успевает. Мне не 10 лет, я не ребенок овер-ичивер. Я не стремлюсь в драм-кружок от кружок по фото. У меня есть две проблемы с тем, что я много делаю. Первое, что мне хочется это все делать, меня разрывает на части от потребности рисовать, писать, делать что-то еще. Оно не дает мне спать, не дает мне есть, не дает мне жить. Оно требует быть сделанным, мне надо. И это одна история, оно меня просто иначе съедает. Оно хочет быть реализованным. Каждая картинка хочет быть нарисованной, каждый текст хочет быть написанным. Я не могу от этого отвлечься, оно живет у меня в голове, и пока я от него не избавлюсь, оно съедает меня изнутри. Это одна проблема. А вторая проблема это, что я, конечно, перерабатываю, ну, во-первых, есть там психиатрическая сторона, да, у меня биполярное расстройство, у меня бывают маниакальные фазы, но вторая сторона это, что я даю себе отчет, что я столько работаю, чтобы многого, очень многого не чувствовать. Очень многого не чувствовать и об очень многом не думать. Я предпочитаю, конечно, пахать по 17-18 часов в день, чтобы не жить. Я старательно не живу, когда есть такая возможность. Это то, как меня хватает. Это не вопрос хватает. Это вопрос, я не могу остановиться. И ей-богу, есть терапия, есть психиатр, есть таблетки, я пытаюсь, но я не могу остановиться. А что будет, если вы остановитесь все-таки? Вы же пробовали наверняка. больно. Ну, во-первых, я живу с тяжелой физической болью, у меня есть два неприятных хронических диагноза, которые связаны с постоянной тяжелой хронической болью. Мне выписывают ряды обезболивающих препаратов, на которых я живу. Они действуют частично, на более сильные препараты я не готова, потому что с ними жить невозможно фактически, и я живу с довольно сильной болью. Кроме того, ну, как-то есть всякие вещи, о которых я не хочу думать, которые не хочу чувствовать, и если остановлюсь, я оказываюсь с ними наедине. Это очень неприятно. Кроме того, я не могу остановиться, потому что мой мозг продолжает работать, он продолжает писать тексты, он продолжает придумывать проекты, он продолжает делать картинки, я не умею его останавливать. боль вас поменяла как человека, но я имею в виду, был ведь период какой-то жизни, когда ее не было. Да. И вот если с той точки бы все продолжилось без нее, вы бы сегодня были другим человеком. Я думаю, что поменяла. Я думаю, что она научила меня понимать боль. Понимать боль в себе, понимать боль в других, понимать, что больно всем поголовно. Всем поголовно всегда. Не физически, так психологически. Понимать, что значит болеть, как это ощущается, как люди избегают боли, как люди идут навстречу боли, как боль проходит и что происходит, когда боль проходит. Это очень важно. как боль возникает и как человек первое время не замечает ее, а потом воспринимает ее как раздражающий фактор, а потом понимает, что она не проходит и что надо что-то делать, а потом узнает, что сделать ничего нельзя иногда. Наверное, вот этим вещам в других. И это очень важно для меня, очень дорого для меня. Я считаю, что это какое-то бесценное знание. Я понимаю, что это проекции, но иногда эти проекции попадают в точку, и мне это важно. Вы вообще, чем больше узнаешь о ком-то или о чем-то, то ты даже, тем больше ты любишь это. Вы как будто даже немножко любите вашу боль. Это так? Это способ с ней справляться. За 20 лет ты учишься ее просто принимать и жить с ней как с соседом. Потому что если ее... Я ненавижу ее люто, но если не начинать с ней договариваться, это прямой путь в нехорошее место. Тебе приходится находить в ней то, что называлось когда-то, теперь этот термин используется вторичными выгодами говорить себе зато она дала мне что-то. Потому что иначе это совершенно невозможно. Я хочу вам кое в чем признаться. Когда-то давно это было. Я даже не помню где и при каких обстоятельствах я поймала фразу страшно не то, что мы взрослые, а то, что взрослые это мы. И она очень отозвалась во мне. Ну то есть вот это было какое-то очень точное попадание в мое понимание взросления и в то, что меня больше всего в нем пугало. И я ее держу в голове уже много лет эту фразу, несмотря на абсолютно отвратительную память. И только вчера я узнала, что автор этой фразы вы. Спасибо большое. Я даже не знаю, как сейчас сформулировать этот вопрос, знаете, чтобы не обобщить, не уйти в какие-то пафосные рассуждения, но тем не менее, какие взрослые из нас получились? Вот что дети мы сказали бы о нас, подумали бы о нас взрослых? Мне кажется, что далеко не худшее в том смысле, что ну что-то мы делаем. Знаете, это вопрос того, что такое быть взрослым, и вчера говорили с близкой подругой о том, что быть взрослым это понимать, что если что-то не сделано, его придется сделать тебе. Если чего-то нет, это что-то придется делать тебе. уже нет никого, к кому можно пойти и сказать, ты знаешь, в доме нет молока, маму купи, придется идти за молоком. Все, больше никого нет, кроме нас, уже все, никого больше нет. И это ощущение, конечно, ужасно выматывающее, потому что невозможно же все делать. Но выясняется, что когда ты живешь в доме один с детьми, то больше некому покупать молоко. Все, чего в доме надо сделать, делаешь ты, потому что ты тут один, и мы тут одни. Надо делать все нам. И в этом смысле вдруг оказалось, что мы по крайней мере справляемся. Это ничего, мы как-то справляемся. так кажется мне, по крайней мере. Это очень субъективное мнение. А второе, что мне очень нравится, у меня есть такое в голове понятие новая зрелость. Она отличается от прежней зрелости, у меня есть статья про это большая, она отличается от прежней зрелости тем, что я очень упрощаю сейчас, но раньше взрослый, достигая момента символического часто, когда он становится взрослым, я не знаю, окончание колледжа, 21 год, у каждого свои какие-то погремушки, или несимволического, плавно входя в какой-то возраст, отказывался от символической активности детства, и от символических статусов детства. Уже не мог купить себе плюшевого медведя, уже не мог поехать кататься на аттракционах и уже не мог позволить сказать у меня лапки, или использовать мемасики в переписке, или вообще использовать слово мемасики. И новая зрелость подразумевает, что взрослый оставляет за собой массу привилегий детства, но принимает все обязанности взрослого. Вот мне кажется, что мы оказались представителями новой зрелости, а статью я писала чуть ли не в 2003 году или в 2008 когда мне казалось, что это довольно новая мысль, и что представители новой зрелости еще молоды, они были еще молоды. Но вот оказалось, что ничего плохого от этого не происходит. Можно есть мороженое каждый день можно покупать себе плюшевых медведей, можно носить футболки с Симпсонами и быть взрослыми людьми. Вот оказалось, что действительно мы как-то справляемся в своих футболках с Симпсонами.